Apple может начать выпуск электромобилей в 2020 году, газета Ru. Автомобили. Алина Распопова компания Apple намерена создать электрокар уже в 2020 году, вступив в серьезную схватку с ведущими конкурентами, включая Tesla и GM. Для этого производитель iPhone переманивает специалистов у будущих соперников и не жалеет средств на инвестиции в проект. Эксперты уверены, что при помощи мирового имени и с колоссальными финансовыми возможностями компания сможет достичь своей цели. При этом доля продаж электрокаров у автогигантов пока ничтожна. Империя Apple, которая ведет секретную работу по созданию собственных электромобилей, всячески торопит свою команду и надеется начать производство уже в ближайшие годы. Об этом со ссылкой на источники в компании сообщает Bloomberg. По их информации, проект по созданию электромобилей ведет вице-президент по созданию дизайна iPhone, Стив Жадейски. Он получил разрешение на создание команды из одной тысяч человек, а также возможность переманивать специалистов из других профильных корпораций. В настоящее время его команда исследует различные типы робототехники и материалов. Информацию, которую приводят издания, в Apple не комментируют. В будущее на автопилоте дрифт на автопилоте, лазерный дальний свет и светофорный прогноз, спорткар со встроенным видеорегистратором для гонщиков, а также. Учитывая, что в среднем автопроизводители тратят 5-7 лет на разработку подобного транспортного средства, можно сделать вывод, что мировой лидер в производстве смартфонов имеет очень серьезные намерения. Если все пойдет по плану, Apple сможет составить конкуренцию нынешним хозяевам рынка Tesla Motors и General Motors. Обе автокомпании уже в 2017 году планируют выйти на рынок со своими новыми электрокарами. Они будут стоить менее 4000 долларов и будут способны проехать более 200 миль на одной зарядке. Эта борьба перенесет нас в эпоху электричества, уверен Стив Ливайн, автор книг об автомобильной аккумуляторной промышленности. Сейчас в этой критической массе появляется Apple. Сможет ли General Motors действительно конкурировать с Teddler? Apple. Без каких-либо сомнений, в состоянии это сделать. Корпорация Apple, которая за последний квартал получила рекордную прибыль в размере 18 миллиардов долларов, располагает как минимум 178 миллиардов долларов, которые могут быть направлены на различные проекты. Расходы на научно-исследовательские разработки и опыты в офисе компании в Калифорнии в прошлом году составили 6,04 миллиарда долларов и в настоящее время главный исполнительный директор Тим Кук сталкивается с повышенным давлением. Акционеры ждут, когда вложенные ими денежные средства начнут окупаться. Генеральный директор подталкивает производителя iPhone захватывать новые для компании области, для того чтобы с помощью большего внедрения цифровых технологий в разные отрасли продвигать продукцию и услуги компании. Эксперты предполагают, что Apple может ворваться в автомобильную отрасль по такому же сценарию, как делала это ранее, в других направлениях. Так, компания далеко не первой создала цифровой музыкальный плеер или смартфон, а в итоге закрепилась на ведущих позициях в этих нишах, сумев оттеснить тех, кто пришел в сегмент раньше. Автомобильная команда Google станет автомобилем компания Google собирается заняться производством автомобилей. В ближайших планах создание сотни тестовых машин без педалей и руля, которые, по мнению ряда экспертов, успех Tesla, которого компании удалось достичь при развитии своего стартапа, показал, что традиционные барьеры для выхода в автомобильную промышленность не так уж трудно преодолеть. Как указали аналитики престижной организации, в пояснительной записке для инвесторов, Apple будет иметь ряд преимуществ, выступит новым участникам автомобильного рынка. Они уверены, что компания с мировым именем сможет использовать свои свободные денежные средства, возможности подключения всех своих устройств в будущие автомобили. Кроме того, им на руку сыграет тот факт, что рынок электрокаров находится лишь на первом этапе своего становления. Бренд компании Apple станет серьезным аргументом при выборе будущего автомобиля, резюмируют аналитики. Между тем источники в компании отмечают, что Apple может отказаться от проекта по созданию электромобиля или отложить его только в том случае, если руководство будет недовольно скоростью и результатами работ, как это уже происходило с рядом других секретных замыслов. По их информации, сейчас команда состоит уже примерно из 200 человек. А в последние месяцы ведется активный наем специалистов в области развития технологий для аккумуляторов, а также робототехники. Изг за электричество попытки. Apple. Как можно быстрее сколотить автомобильную команду в итоге обернулись судебным иском. В июне «Яблоко» начало активно переманивать сотрудников одной из крупнейших компаний по производству зарядных батарей. Apple наняла 5 человек из-за 123, кроме того, попыталась переманить специалистов в области аккумуляторных батарей. LG Chem, Samsung Electronics, Panasonic, Toshiba и Johnson Controls, говорится в иске. Авторы иск уверены, что в настоящее время Apple работает над созданием собственного подразделения по выпуску аккумуляторных батарей, чтобы получить возможность составить серьезную конкуренцию участникам рынка. Генеральный директор Tesla Elon Musk заявил, что Apple пытается нанять его сотрудников, предлагая им до 250 тысяч долларов бонусов и повышение зарплаты на 60%. Кто будет конкурировать в сегменте? Машины отказались от водителей работать или отдыхать в дороге смогут в ближайшем будущем водители, которые выберут автомобиль без пилотник. Более 40% американской молодежи готова. По мнению аналитиков, для того, чтобы достичь своей цели уже через 5 лет и создать собственный электрокар, Apple будет нужен надежный партнер с хорошей инфраструктурой. Возможно, это будет китайский производитель, предполагает аналитик. При этом участники автомобильного рынка всеми силами пытаются продемонстрировать полное равнодушие к росту интересок их ниши со стороны Кремниевой долины. Так, после того, как планы Apple были раскрыты, главный исполнительный директор Volkswagen AG, Мартин Винтеркорн заявил, что не боится растущей конкуренции и новых игроков. Все совсем наоборот, они побуждают нас еще более интенсивно развивать собственные цифровые технологии, отметил Винтеркорн. Отметим, что, несмотря на колоссальные инвестиции со стороны автомобильных игроков, доля электрокаров в их продажах по-прежнему минимальна. Так, Nissan понадобилось 3 года, чтобы продать 100 тысяч Leaf F. У Tesla продажи Model S составили 31,65 тысячи машин. В этом году компания планирует продать 55 тысяч электрокаров. При этом ежегодный объем мирового рынка обычных автомобилей измеряется десятками миллионов единиц.